банный союз академия банного дела в живой бане у ивана тренинговая площадка деревне тылга близ челябинска южный урал россия представляет выступление павла василенко город тюмень посмотрим что сейчас павел нам приготовил он сегодня приехал со своей собственной программы посмотрим что он будет делать а нам остается только охать вздыхать и комментировать и поглядывать что он там и такая вытворит павел василенко банщик уже с достаточно приличным стажем в тюмени не так много профессионалов по крайней мере которых я бы знал лично и и вот по всей северной территории урала за уралья пашу прекрасно знают но и в россии он уже неоднократно появлялся на различных мероприятиях был участником чемпионата урала по банному мастерству и позже был уже судьей чемпионата урала по банному мастерству в 2016 году буквально в этом году он уже стал судьей у себя в тюмени не только парит но и частично преподает показывает рассказывает павел работает традиционно с очень таким крепким плотным паром как и все банщики очень быстро реагирует сам на пар и вот он его особенность что он пар очень четко чувствует и укладывает ровно туда куда пар должен прийти он с ним разговаривает прямо как живым то есть она на кончиках пальцев чувствует прямо вот укладывает как будто не знаю проливает водой до поры до времени не прикрывает лицо дает возможность подышать насладиться всеми запахами которые в бане сейчас присутствует я бы сказал что вот это какой-то элемент из парения по чакрам то есть явно что работает сейчас определенной чакрой или с определенным ядром силы если в русской традиции говорить славянской вот опять прикрыл другое ядро и каждый раз перемещается с одного места на другое постепенно проходя практически всю поверхность тела ну и не только поверхность как бы внутри внутри тоже прогревает дубовые венички похоже свое отработали в руках сейчас появился березовый веничек крепкий очень крепкий пар в этой банке то есть в этой демонстрационной парной в ней стекло практически никогда не потеет потому что здесь трехслойный стеклопакет лишний пар убирает скидывает чуть-чуть перебор на пара да но если здесь запотело стекло это явный признак того что тут очень крепкий пар пришел прямо такой серьезный что мало не покажется что называется открывает вторую дверь чтобы прямо на улицу дышала баня из-под парозахвата который висит на двери прокачивает холодный воздух внутрь парной чтобы сюда зашел холодный воздух и вот слышно как гостья у паши говорит о хорошо все потихонечку случилось все потихонечку и 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 Холодные веники на лицо кладутся, явно для облегчения. И работа по коленочкам. Плотненько, с видением. Хорошо, прямо очень хорошо. Все необходимое, тазобедренные суставчики, все большие мышцы, скруточки. Вот оно, парение в скрутке, элемент использования, применения парения в скрутке. Снимает напряжение вот таким вот образом. Это не просто протирочка, это еще и снятие напряжения с тела. Ножку выкладывать себе удобно, чтобы можно было попарить стопу. В последнее время у большого количества профессионалов появилась привычка парить в первую очередь с лицевой стороны тела и только потом переходить к спине. Хотя, конечно, у каждого мастера есть свой почерк и свои какие-то варианты парения. Ну вот, в данный момент мы видим образец того, как можно попарить, начиная с лицевой стороны тела. Вторая ножка дорабатывает со стопа. Мы частично убираем повторные движения, чтобы слишком сильно не злоупотреблять вашим вниманием. И дать представление о том, какое сейчас парение показывает Павел. И страхует сейчас, стоит, страхует, чтобы человечек при перевороте не смог упасть, свалиться с края полка, потому что сознание немножко плывет. Оля, возглас, ой, как хорошо-то! Эта труба дает возможность дышать холодным воздухом с улицы. И действительно в это время становится намного легче париться. Листочек на ухо, страхующий от попадения. Капельки воды. В внутреннее ухо. И подготовочка сейчас для парения со спины. Обратите внимание на то, как продуман его костюм, его одежда. То есть, съемный колпачок, пришитый съемный колпачок, который можно просто положить на плечо, и он никуда не потеряется. То есть, как бы, получается единый такой образ. И очень функционально, очень удобно. Потому что шапку, если ты снимешь, ее необходимо обязательно куда-то положить. А в бане чаще всего мало пространства для того, чтобы каждую вещь куда-то в отдельное место складывать. А здесь раз на плечо бросил, и не мешает. Вот видно образец парения, так сказать, северных наших ребят, парни крепкие, парни огнеупорные, привыкшие к хорошему пару, к крепкому такому. Но при этом, должен вам сказать, что температура сейчас не свыше 70 градусов в парной находится. То есть, он сейчас берет в первую очередь не повышенной температурой, а компонентами температура плюс влажность. Оба компонента... Ох, какая красивая скруточка! Прямо очень приятная, очень глубокая. Очень классная. Прямо вот хорошо. Хорошо. Сейчас небольшой отдых планируется. После легкого прохлопывания и подогрева отдых. А мы сходим на улицу и посмотрим, как это у них на улице там все происходит. Что вы тут делаете? Ой, за чекай! Понимаю, вот на процедуру. За буйки не заплывать. За буйки не заплывать, да. Из проруби не выпрыгивать. Я в район! А-а-а! Хорошо. Ну что скажешь, мастер? Мастер. Еще тот мастер. Разогрелись, теперь пойдем париться. Ну не бойся, это недолго, две минутки. Все будет хорошо. Ой, мне ничего не страшно. Две минуты буквально. Ну мы пойдем за стекло, продолжим съемку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.